Царю небесным, утешителю души истины, И жили здесь, и вся исполняй Сокровище благих, и жизни подателю Приди всели все вны, и очистины от всякие скверны И спаси блажей души нашу Многомилостиве Господи, молим Тебя Именем Господа нашего Иисуса Христа Мы, уверовавшие в Господа нашего Иисуса Христа Благодарим Тебя, Отец наш, Бог и Бога Святой Души, утешитель нас За то, что даешь нам, Господи, просвещение Твое Благодарим Тебя, Господи, что в нас есть еще этот свет веры в Тебя Господи, как тяжело его держать в себе Но, Господи, даешь Тебе эти силы И через занятия, через Слово Твое Святое Которое является правдой и истиной Господи, оживляешь Ты наши души Которые совсем не бодрствующие Оживляешь наши телеса Которые стремительно бегут ко всему злому Благодарим Тебя, Господи Садилы нас искренне верными Тебе Которые не просто послушали и ушли А любознательно восприняли все Слово Твое И переработали его в разуме Своем И через наши руки и ноги Исполнили то, что Ты нам заповедал Делать доброе Всегда Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Во имя Отца и Сына, и Сына, и Духа Аминь Так Лена уехала и так помогла Не осталась Начались занятия Сестры, заходите Да и так Сегодня Сегодня у нас 11 сентября 2022 года Занятия по Новому Завету Даже у нас Не просто Новый Завет, а Евангелие Дослаждайтесь, братья Итак Пятая глава Глава Евангелия от Иоанна 43 47 стихи Так Пятая глава 43, 47, 9, 40, 50 Тут 39, 42 А, да, вот точно, вот оно Господь говорит Я пришел во имя Отца Моего И не принимайте Меня А если иной придет во имя свое Его примите Как вы можете веровать Когда друг от друга Принимаете славу А славы Которая от единого Бога Не ищите Не думайте, что я буду Обвинять вас пред отцем Есть на вас Обвинитель Моисей На которого вы уповаете Ибо если бы вы Верили Моисею То поверили бы и мне Потому что Он писал о мне Мне с большим уходом Если же его писанием не верите Как поверите моим словам Толкование Длинное С комментарием еще А придет иной То есть антихрист Который будет доказывать Что он только один Бог Итак, Меня Который пришел во имя Отца С большого Бога То есть Господа нашего Его То есть Говорю, что послан Отцом Вы не принимаете А его примите Это с вами случится За то Что он пообещает вам Славу житейскую Которую вы ищете Желая принимать Славу друг от друга И отвергая славу Которую от одного Бога А я вам Не обещаю Ничего привлекательного В жизни Но в словах моих Вы видите Много трудного Потому так говорит Вы и не верите мне Что не надеетесь Получить от меня Никакой житейской приятности И еще По-другому Вы не верите мне Потому что Любите славу Друг от друга Ибо Начальники И учители Желая сами Только быть В славе У народа Не принимают меня Чтобы их Слава Не уменьшилась А народ Ищущий любви От начальников Не хочет Обратиться Ко мне Чтобы из-за меня Не лишиться Чести У начальников Так как Они постоянно Ссылались На Моисея То Господь Говорит Что он будет Обвинять вас Потому что Он писал Обо мне С большой рукой Конечно Пророка Восставит вам Господь Вот что писал Относилось Ко Христу И многое иное Моисей писал Он говорит Пророка Восставит вам Господь Как меня Его слушайте Вот И он Поэтому Тут Такое Толкование Блаженого Феофилакта Относилось Ко Христу И многое иное Частью Словах Частью Знамения И символах Ну то есть Пророчества Различные Например Чудо Над Купиною Исхода Третья глава Второй стих Ну что Куст Это как бы Купина Как бы куст Это был Какой куст Терновника По-моему Да И он не сгорал А пламя Было Вот прям Он объят был Пламенем И Моисею Это показано Было Тут огнем Означалось Божество А Терновым кустом Грешное естество Которое Воспринял Огонь Божества И однако Сохранил Он Не опальным А залив Светом И одарив Своим Сиянием А недостатков Его Не приняв То есть Божество Огонь Терновый куст Это человеческое Грешное Грешное Естество И огонь Горит В грешном Естестве Как так Но это было Восприятие Престой Брагородицы Во чреве Господа Иисуса Христа И рождения Его Это все Было То есть Бог Восприял Плод Написано Духовное Восприяло Материальное Как так Бог Он Делает все Что хочет Так вот Поэтому Немало Не сомневаясь Мы верим Что Господь Иисус Христос Есть Бог Весьма немало Способствовало К вере Во Христа И сие Изречение Моисея Если Восстанет Пророк Творящий Чудеса И отвлекающий Отвлекающий От Бога Не верьте Ему Это Антихрист В законе 13 глава 1 и 3 стихи Антихрист То есть Это Злые Делатели Как раз Или Антихрист С маленькой Бухой А с большой Бухой Будет Великий Великий Злой Делатель Антихрист Итак Христос Пришедший Во имя Отца Творящий Чудеса И не отвлекающий Их То есть Иудеев От благочестия Был тот Самый О котором Пророчествовал Моисей То есть Мы отсюда Видим Что чудеса Могут творить И Лживые Делатели Злые Делатели Могут Творить чудеса Это Допустим Симон Волх Показывал Чудеса Другие Там Были Читаем По житиям Святым Узнаем Да Допустим Айндорская Волшебница То же самое Если Не верите И не верите Написанному Вот как раз То что Сегодня мы С вами Растолкование Притчи Сегодня я Вам Представил Так что Ну и батюшка Тоже К счастью Вот сегодня Это вот как раз У нас здесь Идет по чтению Нашим Библейскими То есть Библия всегда Приглазами Да Это хорошо Что Бог делает Для нас Прекрасно Прекрасно Мы особый народ Божий Под покровительством Одежда не ветшает Манну едим Обувь не снашивается Все нас боятся То есть Выигрываем все битвы Причем Не было убитых Со стороны Иудеев Прекрасно Все Но Надо верить Тому что написано А для чего Для того что Все исполнять Значит Вывод делаем Они все Не исполняли Потому что Не верили В написанное Если верили То бы они Исполняли Поэтому На сегодняшний день Обращаемся К самим себе И Начинаем себя Исследовать Легли Вечером на постель И там Допустим Не засыпается Ну уже Поспали днем Хорошенько Сладко выспались Не работали Ничего не делали Умствование И вот Надо заснуть Ночь вам Говорит Засыпай Водку не пьешь Не куришь Не блудишь Засыпай А ты Не можешь заснуть Начинай считать Слоников Овечек А ты не слоников Считай Овечек А начинай Исследовать Сегодняшний Свой день Как он прошел Что ты сделал По писанию Божьему С кем Беседовал Как ты напитал Душу свою Которая требует От тебя Требует С тебя Своей пищи А пища души Это духовная Духовная А что к духовному Относится у нас Что у нас К духовному Относится К духовному Что мы можем Отнести Действия Слово Божьего Хоть что Любое Но надо Напитать нам Душу Что для этого Нужно сделать Молитва 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 Относится к духовному Правильно Еще что Молитва Благовестие Это Это Очень Сильно Если ты Только Ляжешь И вспомнишь Что ты Сегодня Благовестовал И этого человека В глаза Ты ему взглянул Рассказал о Христе У тебя Так Душа возликует Ты моментально Зажмуришься Только И сразу Уснешь Потому что Совесть твоя Спокойна Ты беседовал С Богом Господом И Господь Все это Дал тебе Поэтому Это так Но так как у нас Этого бывает Редко Поэтому Вот мы Ворочаемся Не спим А почему Плохо сделанная работа Мы переживаем Совесть нас обличает И мы Страдаем От Мы Бесстыдники От Бесстыдства Мы сделали Стыдливое Дело И теперь Мы как Бесстыдники Пришли Легли А Господь Говорит Ложусь Я сплю И встаю Говорит Давид нам Через Господа И ты меня Окружаешь Везде Господь Опять Тебе дал Это чувство Стыда Ты заснул Так ничего Не узнал И на следующий день И так будет До тех пор Пока не придет Последний день Он может прийти Очень быстро Когда ты Обнаглеешь Как говорится И будешь Не дерзновенным К слову Божьему А дерзким Против слова Божьего И так Игнатих Нам сейчас Подсказывает На эти слова Что Библия Всегда при глазами А написанному Не верите Игнатий Лапкин Библия Это настольная книга Для всех верующих Христиан Ну это Это мы уже Понимаем Люди Которые За пределами Вот этого Сейчас Нашего Молитвенного Комплекса Мне в это не веруют Мы должны знать Не только Ее содержание Но должны Уметь Применить Ее В нашей Ежедневной Жизни В каждом Поступке Событий Во всех Изменениях Которые Происходят Если сказано Что душа По природе Христианка По первозданной Своей природе Ибо По испорченной Природе Она Язычница То душа Каждого Человека Впервые Услышав Текст Библии Должна Воскликнуть Это как раз То что Искала Я И нашла Теперь Корми меня Человек Как бы так И подтверждение Евангелия Там 10 глава 4 стих И когда Выведет своих Овец Пастырь Добрый Идет Перед ними А овцы За ними Идут Потому что Знают Голос Его А пастырь Очень любит Овец Очень любит Не побоюсь Того слова На груди Спят у него Овечки Вот так Он любит Их Ну ты понимаешь Ветеринар Как любить Животных Ветеринар Без любви К животным Это Ну какой-то Шматок Мясо Или сало Этого Быть не может Просто Потому что Ветеринар Больше всех Понимает Как страдает Это животное И так далее Становится Ветверчами Чаще Вот общаешься С одногруппниками И они вот Рассказывают Что они Либо У кого-то Родители Тоже держат Животных Либо Они Как-то Ходили Еще до Колледжа В какие-нибудь Кружки Там Конный спорт Или что-то У нас Несколько человек Были Именно потому что Конный клуб Ходили Они потому И пошли К Ветверчам На Ветверча Учиться А ты что Не пошел На Ветверча У тебя же тоже Были всякие Не по желанию Ага Ты значит Тайно хотел Сделать робота Собачку Нет Пошел на машинное Понятно Но это хорошо Что Господь Тебе хоть Надо же Я к Ване Обращался Чтобы сделали Двой Свою четверочку Двоечку Да У вас двойка Двойка Да Москвиченцы Ну москвиченцы Нет Он ВАЗ-21 А Ишкомби Да Прекрасная машина Я видел Вот недавно Проезжала Отделанная Я просто Старпел Думал Что такое Это Это Ишкомби Думал Надо же Как люди Любят машины Ну мы сейчас Говорим Про любовь Вообще Ну про любовь Вот ко всему Тому что Живое Ну То что Человек Не Деструктивно Подходит Это конструктивно Очень хорошо К тому что Помогает Прийти к Богу Машина нужна Для того чтобы Благовестовать Бабушек подвозить Запомни Не для того чтобы Ты гонял Глаза вот такие Шарф тут развивается И все Ох какой он быстрый Ух ты какой шустрый И потом Могильная плита И там Эпитафия Быстро не пробегайте Потому что Он очень Очень любил Быстро ездить А теперь Медленно остановитесь И посмотрите На него Эпитафия Называть Ты еще не понимаешь Это Поэтому Так Ремонтируй хорошо И медленно езди По правилам Все Ну а ты Люби животных До конца Вот как пастор Любит своих овец И иметь Библию перед глазами Очень легко Поставив ее На видное место Как икону Но жить по ней Свиряться по ней Имея ее перед Своими глазами Это возможно Только тогда Когда любишь Иисуса Когда душа Наполняет И любовь И страх Божий Тогда на каждый вопрос Возникающий В жизни Душа задает Свой вопрос А что об этом Говорит Библия Этот светильник Этот маяк Этот рупор И не просто Свериться А узнав Что говорит Библия По любому вопросу То чаже с радостью Отказаться От своего Уже принятого решения И покориться Богу Согласно Слову Его Очень сложно Очень Невероятно Это называется Отречься себя Вам это еще Предстоит пройти Судя по тому Как редко Вы появляетесь Тут у нас Так делали пророки Когда они Желали своего И получали Иное повеление Они изменяли Свой маршрут Это у апостола Павла Было Способны ли мы На это Можем ли Проверить Свою веру По Библии Вопрос такой Веру по Библии Можно проверить Вот мы уже Начинаем проверить Если бы Сегодня Создали Специальную комиссию По расследованию Какой нибудь Центр Реабилитации И составили Анкету Хотя бы Из 100 вопросов Которые Определяют Суть веры Христовой То едва ли Найдется 5 пунктов Напротив которых Не дрогнувшая Православная рука Начертала бы Это у нас Точно Точно По Библии То есть 100 вопросов 5 только Как Игнатигна считает Ну Дух Святой Подсказывает Дух Святой Заповедует нам Биться Бороться До смерти И не просто За веру Но за ту Которую Дал Бог И параметры Которые Четко Определены В Библии Филиппийцам 1 глава 27 стих Только живите Достойно Благовестования Христова Что мне Приду ли я И увижу вас Или не приду Слышать о вас Что вы Стоите в одном Духе Подвязаясь Единодушно За веру Евангельскую Вот ты вот Был далеко В Павловске И вот так вот Вот так вот Мы задавали всегда Один и тот же вопрос Брат там Находясь Стоит за веру Евангельскую Или не стоит Вот Его Соученики Как они называются Согруппники Одногруппники Знают что он Верующий человек Или не знают Вот Хорошо То есть Девочки Привольно С ним беседуют Или нет Не подойдут Он суровый Да Как сестра твоя Сейчас она там У теть Марины Нашей Сестры Марина Геннадьевны Работает В музее Говорят Ууу Какая серьезная Не то что Енофа Так все Тщательно Подходит Так Шмойк Шмойк И убежала Уже Только Хах И хихи Все А это Трет Трет Пришла Сейчас Уборщица Которая болела Ну Больнична была Подошла И К это К заведу К заму Директора И говорит А скажите А что у нас Так вот чисто Я прям Это У меня Я мою Говорит А у меня Вода чистая В ветре Обычно Говорит Там всегда Так грязно Было Под всякими Уголками А тут Я говорит Посмотрел Да правда Все блестит Вот как надо Вот как надо Работать И тогда Ничего не будет Хотеться Понял Вот так надо Ремонтировать По две машины В день А не как Тянут там Целую неделю А хорошо Как следует Все болты Протягивает И за тебя Человек разобьется А это Надо уметь Да Тоже Это Это профессионализм А если ты Перетянул На Неве Это ладно Еще Там все Или перетягивают Или не натягивают Это русская машина А если ты На такой машине Как у меня Тойоти Перетянул Это тебя Убить готов Скажет кто-нибудь Ты что Нельзя Поэтому там По щелчкам Все Там есть такой Этот Силометр Ну ты узнаешь Это все И ты будешь Ручонкой давить Или вот этот Который Вот так Закручивает И ты уже И ты чувствуешь Что огрузка пошла Ты уже Ага Нет Сейчас сорву То есть Смотри тоже Аккуратно Ты будешь Отвечать за Людей Понимаешь Ты будешь Выпускник Тебе дадут Диплом И к тебе люди Будут приходить Солидные На таких машинах И будут тебя Спрашивать Ну как Там все нормально У тебя опыт Какой Или что Почему Они хотят Живыми остаться А то ты там У них полазишь Под машиной Едет Колесо Где нибудь На трассе Итак Библия Всегда у вас Пред глазами Так что Если бы вы И забыли Легко можете Припомнить И однако Вы Не верите Написанному А если ты будешь Веровать Написанному И будешь Молиться Перед тем Как делать Господи Благослови Даруй мне Эту карету Господи Восстановить Чтобы получить За это За этот труд И отдать Нуждающимся Особенно Когда будешь Делать Братьям Машины Мы Че тебя тут Ждем Братьям Будешь делать Машины Можно и Бесплатно Тоже конечно Смотри сам Ну можем денег тебе дать Так чтобы Ездить Другим Благорестовать Или там Какие то Добрые дела Делать Понял да А может тебе От чья то Эта машина Достанется Будешь хорошо Себе вести Бесплатно Брат Подъедет И тебе Прям скажет Слушай Все на тебе Вот машину Все я уже Старый Немощный А брат Ну а как еще Ну не Не дочерям же Машину доверять Хотя кто его знает Как женщину доверять Машину Понять не нужно Ну доверять Итак Какие то вопросы Есть Вот глядите Еще раз читаю И давайте Вопрос Хотя бы один Зададите А потом я Начну задавать вопросы Ладно Вы будете Отвечать Готовы Брат готов Вопрос Сейчас Вопросы Сейчас мы прочитали Игнатих Выделил Ну молодец Он конечно Он самый цимус взял Библия всегда Приглазами А не верите Написанному Вот как здорово А тут же еще Есть какие то вопросы Углубиться В это нам нужно Писание Мы же исследуем его Я пришел Во имя Отца моего И Евангелия Таана 5 глава 43-47 стихи И вот 43 стихи идет Я пришел Во имя Отца моего И не принимаете меня А если иной придет Во имя свое Его примете Вопрос Дальше читаем Как вы можете Веровать Когда друг от друга Принимаете славу А славы Которую от единого Бога Не ищете Как вы можете веровать Вопрос есть? Да Как если Еврейские учителя Они же получается Очень тщательно изучали Битву Слово Божие Слово Божие Да Они же Получается И были как наставники Для народа всего И весь народ был верующий Они в том числе Как же так получилось Что они Искали именно Вот этих удовольствий Земных и земной славы Почему они не видели Духовного Вот вопрос какой И вопрос правильно Поставлены здесь То есть Глядите Как вы можете Веровать Задает вопрос Господь Господь Задает вопрос Кто Кому он задает вопрос Кому Давайте Вспомним Кому он задает вопрос Кто стоит Мы же как раз В том году На том занятии Проходили Исследуйте Писание Ибо вы думаете Через них Имеет жизнь вечную И Мы тут долго Брат Задавал вопросов Столько много Брат Игорь А я Такие вопросы Глубинные Там были Столько вопросов Еще вылезло Просто У нас времени Не было Вот глядите Исследуйте Писание Вы думаете Через них Имеет жизнь вечную Жизнь вечную И дальше Говорит Не принимаю Славы От человеков Но знаю вас Вы не имеете В себе Любви к Богу И вот мы Все О ком тут Идет речь О ком Речь идет В первую очередь Об учителях Закона Об учителях Закона Это я и хотел Доказать Я хотел доказать Что речь идет В первую очередь О учителях Закона А сегодняшняя Притча Прям к этому Подвела Что есть Делатели А есть Виноград Которые Делатели Должны Взрастить А он должен Дать вкусный Плод Вот такое Винишко Должно Сок Вот такущий Должно Быть Понятно А они Вдруг Это все Делали То есть Господь им Все дал Законы Дал Силу Огородил Их Это всего От чуждого Духовному Дал Слово Божие Священное Писание Это башня Там где храм Там и Слово Божие Понятно И Все что Можно делать Делание По Слову Божьему Это тоже Башня означает Точило Это поставил Точило Для чего Что выдавить Разлить Куда надо Там все Должно быть Чистое Бочки Бутыли Глиняные Кувшины Все Все И все Это должен быть Народ Вот Вино И так далее Виноградник Это народ С него вино И все это Должно быть Хорошее Почему Делателем Оставил Все А теперь Виноградник Одно Доброе Скажет Скажет А злой Царь Который Только Доходы Доходы Мне нужно Воинов Еще захватить Там земли Там земли Чтобы я Прославился В веках Сделайте мне Гробницу Не просто Гроб Ну то есть Пещерка Такая И там В панель Положили А гробницу И вопрос Задала Сестра Почему Такое Происходит Почему Когда Господь Дал им Все Для того Что веровать Ограду И так далее Делатели Дал Они не веруют И говорит Когда друг от друга Принимаете славу А славы Которые От единого Бога Не ищите Вопрос Вопрос На вопросе Ну и Ты слышала Ответ В том Что я тебе говорил В чем дело Но это не весь Еще ответ Ты поняла Почему Во первых Загибаем Парцы Слава человеческой Искали Не Ну слава человеческой Понятно Ты не поняла Да Злые делатели Те 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 самые Слуги Которые Должны были Злые Делатели Эти самые Виноградари Называет он их Эти самые Виноградари Они Следили за собой А не за Пастрой Это раз Первое Во первых Это самое главное То есть Учителя Рыба Гниет с головы Есть такой Есть такая пословица Русская народная Слепой Ведет слепого И оба Упадут в яму То есть Он должен был Бодрствовать Этот слуга Бодрствуйте Говорит Не бейте Не напивайтесь Пьяными Озаботьтесь О тех О моих Посомых Сам ушел Хозяин Оставил все На этих Делателей Понятно? Начальствующий Состав Называется Тысяча Начальники Сто Начальники Пятидесяти Начальники Десяти Начальники Они должны Заботиться О тех Которые Ниже Идут Почему Исследуя Слово Божие Мы приходим К этому Потому что Самих Свитков Было Очень Мало Не мог Каждый Человек Иметь Свиток А кто Его Имел Учителя Имели И у них Были Свои Школы Где они Переписывали Чтобы Побольше Было И правильно Раздавали Его Там В каждый Город Там В каждое Селение Чтобы Там Было Какое-то Где хранить Там Дом Синагоги Их Назвали Потом В конечном Итоге Но это Было Уже После Того Как Было Пленение Вавилонское Вот Когда Христос Пришел Как раз Все Было Наполнено Уже Исследованиями Все Занимались Исследованием Приходили В синагогу В субботу Мужчины Женщины Там И были Люди Которые Открывали Читали И толковали И народ Понимал Прочитанное Написанное Не имея Восьмая Глава Девятый Стих Читаем Читаем На том Занятии Дословно И Книжнику Езду Приходили Потом Те Старейшины Книжники А он Сам Книжник И задавали Ему Вопрос А вот Это Правильно Неправильно Делаем И Ездор Разбирал Потому Что Был Книжник То На него Опирались Книжником Пришел И Ирод Который Сказал А правда Когда Младенец Это же Где-то Есть Пророчество Ему Сказали В Ифлеем Иудейский И так далее И правда Есть Написано Они все Разбирают Все Сильным Мира Выдают Это А есть Еще Лжепророки Которые Злые Делатели Тоже К ним Относятся Есть Первосвященники Которые Живут Для себя Чтобы Их Власть У них Оставалась Чтобы Они Властвовали Над умами Народа И Вот Это Мы Как Раз Сейчас Читаем Об этом Вот Игнать Тихноч Местописание Приводит Что Вы Стоите В одном Духе Подвязаясь Единонушно За веру Евангельскую А Это Вначале Идет Вера Божия Вера Иеговы Когда Каноны Идут Заповеди Исполнение Закона Но это Только Это Делатели Тут только Одно А потом Еще Зачерствление Души Человеческой Огрубение Сердца Человека Через Это Потому что Люди Видят Неправду Которую Делают Старшие И они Начинают Становиться Такими же Ленивыми Небодостающими И они Им Говорят Карван Вы Что Родителям Отдаете Родители Сами Еще Могут Поработать И так Далее Вы Скажите Родителям Карван Пускай Они Этого Барашка Ведут К нам И Через Это Они Поедали Дома Вдов Дальше Не думайте Что Я буду Обвинять Вас Предотцом Есть На вас Обвинитель Моисей На которого Вы Уповаете А как Они На Моисея Уповали Есть у вас Обвинитель Моисей На которого Вы Уповаете Моисей Дал Закон Они Всегда Опирались На Закон Ну Да Это Само Самое Самое Моисей Дал Закон Они Опирались На Закон Опирались На Закон Ну Исполняют Пытались Исполнить Закон И так Как Чтобы Им Было Проще Исполнить Вот Чем Дело Омывали Скамейки И так Далее А добрые дела То не делали Они что должны были делать Вот Как они должны были поступить Когда Христос пришел И говорит Суд Милости Веру Оставили А вот Все самое Непотребное Почему то делаете Вот Напридумывали Там Предания Старцев А что Они должны были делать Ну Скамейки Что Грязные Должны Блюда Там Чаши Ну Конечно Нет А руки Человеческие Что Грязные Должны Быть Ну Надо омывать Конечно Понятно Чтоб чистые Были А что Они забыли Суд Милости Веру То есть Веру В Бога Истинную Забыли Потому что Надо было Смотреть На дела Авраама Какой был Авраам Он делал добро Всем делал добро Все вокруг Него Жили Очень хорошо Он ни с кем Не ссорился Ни с кем Не ссорился Когда надо Он помогал Он Жизнь свою Отдавал За Лота За верующего Своего племянника Жизнь отдавал С 318 всего Слугами Своими Они не воины Даже были Поскакал И отбил У целого воинства Пяти царей У них там Войско было У них там Тысяч пять Может быть Было больше Господь дал Такую силу Такое мужество Такой ловкости И они победили Авраам Такой был Вы это делаете Так Вы стоите Так За своих Конечно Стоим А Господь Перед этим Сухорукова Исцелил Субботу И они стоят Дуются Пыхтят Прям Надулись Вот так Вот И он Огляделся И говорит А Что нужно Можно делать Субботу Добро Или нет И что Они Молчали Они Молчали Они промолчали И он С гневом Взглянул На них Написано Там еще С яростью Даже С яростью Взглянул На них Христос С яростью Всего Навсего Они промолчали Ничего не сказали А вдруг Они бы Готовы были Просто Начать Плясать Тут вокруг И говорить Конечно Добро Конечно Добро Нет Ничего Они На другом Думали Они ему Не отвечали По презрению К нему Ты Ничего Нас Тут учишь Кто Тебе дал Право Учить Нас Мы Все Делаем Как нам Велит Бог Наш А Бог Не такой Суд Милость И веру Оставили Вот одновременно Господь Сразу В этом поступке И суд То есть Они осудили Этого бедного Человека На смерть Который Их брат А он больной Напрочь Не знаю 18 лет Сухорукий И милость То есть добро Которое Господь дал делать Через законы Делание добра Выходит И веру А почему Делание добра Ты должен Одни только Мирные жертвы И жертву Все сожжения Приносить Богу А ты опять Жертву За грех Опять идешь Жертву За грех Почему Совесть Тебе обличает Ты согрешил А чтобы Допустим Ты сильно согрешил Кого ты Ненавидишь В душе Там брата Обманул его Тебе надо Целого тельца Вести Жертву За грех Тельца Это огромный грех А ты Идешь Идешь к этим Голубятникам И берешь Голубочки Телец стоит В сотню раз дороже Чем этот голубь А ты Всего-навсего Голубочки Это как у нас Сейчас Когда мы Грех утаиваем Пошли на исповедь А потом С этим живем А потом Раз кто-то Ушел Кто-то Начинает Что-то Барагозить Непонятно Что говорить На занятиях Нету Никого Думаете Почему На занятиях Столько людей Нету Совесть Уже Так обличают Они не могут Ходить на занятия Нечего сказать Душа пустая А держится Еще кажется А все Отделатели Все Отделатели Мы не видим Тут священников Нету их Ни дьякона Ни священника Хорошо Хоть Два чтеца сидят Слава тебе Господи Хоть не выкинули Их еще И последнее Если бы вы Верили Моисею То поверили бы И мне Потому что Он писал О мне Моисей Писал О Боге Об Иисусе Христе Конкретно Писал Вот в этой Купине Он видел Его В том Что с ним Приключилось В Египте Он видел То что Люди выходили Этого Анцев Там Закалывали Козлят Кровью У них праздник Праздник Считается Высокий Суккот Шаваот А это Писах Нет Не такой Великий Это первый Величайший Праздник Он говорит О Боге Который за них Заклан Чтобы они Спаслись Из Египта Это первое Что было Они это Не приняли И поэтому Они вообще Не знали Моисея О ком он Говорил Зачем И так далее Если же Его писанием Не верите Как поверите Моим словам Тут слово Писание С маленькой Буквы Написано Его писание Моисея Но То что он Писал Ну тут Как бы Говорится Если тем Строчкам Которые он Написал Не верите Тут слово Писание Как идет Как строки Которые он Писал Поэтому Тут оно С маленькой Буквы Потому что Оборота Священное Писание Это оно Появилось Позже Благоверное Отношение Но вот К этим строкам Которые здесь Тут надо Переводить И с большой Буквы Ставить Такими Жирными Буквами Строки Моисея Которые он Написал Его писание Не верите Как поверите Моим словам Как поверить Словам Когда тут есть Написанное У вас И вы Неправильно Это толкуете Сестра Задавал Хороший вопрос Брат У тебя Все При их знании Священного Писания Все таки Почему Они Не верили Ответ Сразу скажу Священное Писание Есть Просто Еще раз Хотел Обратить На это Хорошо Они знают Писание Кто С этим Не согласен Что они Занимали Священное Писание Исследовали Его Только тот Кто не читал Священное Писание Тот Не согласен Тот С этим Не согласен Ну да Понятно Им все равно Просто А мы то Читали При этом Господь Говорит Исследуйте Писание Но они Его Исследуют Ну да Потому что Там написано Вы же Хотите Иметь Жизнь Вечную А если Они Все таки Читали Исследовали По своему Знали Да Слово Исследуем Наверное Все таки К ним Не относятся Они знали Что это Писание И по своему Его Исследовали По своему Изучали Его По своему А что Исследование Узнать О Христе Если Тут Так Чтобы Не забывать Местописание Что Им мешало Утверждает Господь Ибо Если Вы Верили Моисею То Поверили И мне Потому что Он писал О мне Представьте Какое отношение У людей Было К писанию Какое отношение Было Они Относились Как Правильно Я сейчас Скажу Что Они С уважением С благоговением Священному Писанию Относились Или Это Недостаточно Слов Описать Их Отношение К Священному Писанию Или Еще Более Какое-то Возвышенное Слово Надо Употребить Чтобы Описать Их Отношение К Самому Священному Писанию Я не Говорю Сейчас О Господе Иисусе Христе Я не Говорю Сейчас О Боге Я говорю об отношении их к Священному Писанию. Как можно было бы охарактеризовать их отношение к Священному Писанию? Ну, они к Священному Писанию, я так думаю, они относились как будто к Богу перед ними. Вот так они относились. Это было самое важное, самое значимое событие для них в жизни, когда они приходили и собирались все вместе, и там толкователи были, и так далее. Это было, ну, просто это праздник был, духовный праздник был. А вот представьте, теперь появляется человек среди них, который говорит, не просто делает какие-то дела, исцеляет, проповедует, а он утверждает, 46 стих, «Ибо если вы верили Моисею, который писал, или участвовал, или с его слов, я тут не могу точно сказать, от Моисея Писания, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Представляете, вот человек среди нас, он ходит, мы его видим. И Писание, к которому просто это... Божественное отношение. Как вот к нему относиться к этому учетку? Вот я бы, например, вот я думаю, что если бы я там был, я бы сказал, «Да как ты что говоришь? Это же Писание! А ты кто?» Я бы вот тогда, наверное, так сказал. Это сейчас вот мне бы легко было бы сказать, что это же Господь Иисус Христос. А тогда, когда приходит человек, я, может быть, даже и не знал, вот события какие-то происходят где-то, кто-то что-то где-то сказал, ну, мало ли кто что сказал. Интернета тогда не было, и телевидения тогда не было. Ну, кто сказал? А кто сказал? Да вот, там, этот сказал. А он исцелил. Ну, исцелил, не исцелил. Может, тебе показалось, может быть, ты это... Ну, допустим, мы ответим, что... Ответим на твой вопрос, что мы бы ответили, мы бы не приняли этого человека. Или приняли, может быть, приняли. Я задал его. Именно так, как бы он хотел, чтобы его приняли. Почему? Потому что было непонятно. Во-первых, почему они его не приняли? Потому что для них это было непонятно, как принять его. Как принимать его, когда вообще всегда все, ну, мужи, книжники, они говорили, мы понимали, и все понимали. И мы радовались этому. Мы благодарили Бога, и как бы все было хорошо. Дальше-то все хорошо. Мы благодарили его, ну и все. Ходили в храм. Храм построился там и так далее. Даже после Вавилона. Синагоги у нас. В свадьбу пошли дети. Никто к нам не пристает из сильных мира сего вокруг. То есть, наоборот, к нам из Вавилона, как бы, эти оккупанты свои войска не присылают. Ну, то есть, понятно, что мы все правильно теперь... Но вот из людей, из того времени, как вы думаете, кого они уважали и почитали? Вот, например, перворазвещенника же они знали. Они должны были, наверное, знать, кто у них перворазвещенник. Они почитали того, который бы говорил об иудее, о Боге, вот так, как они хотели слышать. То есть, Господь сказал... У них было свое понимание в Писании. Да, славу друг от друга принимаете. Но не то понимание, которое до них пытался донести Господь Иисус Христос. У них было свое понимание. Свое совершенно. А почему вот у них не было того понимания, которое Господь пытался до них донести? Почему его не было? Почему вот при всем изучении Священного Писания, при каком-то, я бы сказал, об особенном отношении к благоговейному Священному Писанию... Даже я вот слова не знаю, какие подобрать, какое было. Я думаю, это очень такое возвышенное было, такое слово, которое бы... Какое отношение было? То есть, настолько благоговейное было отношение, и при этом не принимали Христа. А Христос приходит... Ну, видишь, брат, ответ один. У них не было веры. Вот Господь ей говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете. 44 стих. Ибо... Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Ну, я вот ответил, сестре, первое это то, что все это шло через сильных мира сего в религиозном плане То есть те, которые стояли у руля, это фарисеи, книжники, саддукеи, тогдашние первосвященники, служащие их, и радиане То есть никто не мог правильно исследовать священное писание и рассказать этим людям И дальше, так как уже обман шел, эти люди сами были жестокосердные, черствые Кто-то сожжел совести своей уже, просто они исполняли то, что надо, ну, сказали, минимально исполняли За место быка вели этого голубя, то есть как можно меньше денег отдать в храм Я думаю, что уважение к священному писанию переходило на тех, кто хорошо знал Не было страха Божьего еще А вера в Бога была? Вот именно такая вера? Не у всех, ну, была вера в Бога, но веры Аврамовой не было Аврамовой веры не было Вера Аврама, она приравнивается к вере Христа Евангельской веры, веры Аврамова Вот этой веры тогда хватало для того, чтобы Господь тебя поставил праведником Праведником Праведник это минимум тот, кто будет выведен Христом в субботнюю проповеди Вот что можно говорить об их отношении к Писанию, если в Писании написано, вот, как они называются Моисей принес заповеди Божьи, что вот одна из заповедей гласила, не убей Ну да Что можно говорить об их отношении к Слову Божьему, вот этому закону Если в Библии, вот в Евангелии читаешь, написано, они искали его убить Ну да Ну что можно говорить об их отношении к Слову Божьему, это как раз к этому относится Убить как грешника или просто убить, то есть вопрос, вопрос Но сам факт, что они хотели его убить, но уже просто желание Да, желание даже просто убить Ну да, они могли убить, потому что в законах вообще говорится убивайте Ну смотря за что, за что Если они увидели, что это грешник, если они поняли, что это грешный человек Если ты не исполняешь Но на нем не было греха Да, на нем не было греха Но они этого не видели Он ничего не говорил Нет, они видели, что они не могут его просто так помить камнями Они поцелают и поцелают Женщину приводят при любодеянии Он говорит, ну кто без греха бросит Видимой причины могло и не быть, чтобы его привезли Видимой не было причины Видимой не было Вот они шли там колосьями растирали там и вот эту ели пшеницу Они говорят, это вы работали значит А так как сами они неоднократно видать там нарушали Они не могли, они говорят, ну нарушаешь субботу с учениками Ну как ты знаешь, не уверенно все это сказано Потому что если уж точно это было нарушение Они бы там так раструбили, уже бы народ собрали Давайте им побивать Ну представь, идут там мужики, сорвали И вот так вот растерли там зернышки И они, и сейчас присадят и народ За что? Они растерли вот так руками зернышки и пожевали Народ скажет, каждый Я не только зернышки Я потихонечку там что-то костерок замострячил Там сварил себе курочку там или что А другой там, другое что-нибудь А я личину взявшую в при любодеянии А я там ходил А я ходил там в тот город далеко Чтоб там поесть В гости меня пригласили А мне половину надо было только пройти Ну то есть каждый за еду что-то уже сделал не то И поэтому зернышки маловато было А это надо, чтобы они пир устроили горой Куда-то ходили туда Туда там, быка запекали прям Тогда бы да А тут они ничего Ну что они, зернышки растерлись Ели сырые зернышки Ну что, они их приготовили что ли? Вот растерлись Ну тут смешно просто даже Поэтому, ну да, что-то как бы есть И нету в том же время И они Христа А Христос говорит А при Ахимилехе Первосвященнике Который Давиду дал хлебопредложение Двенадцать этих больших хлебов Почти по четыре килограмма каждый А их там было Ну с ним сколько там человек Ну поели, конечно, немножко То есть Вы, как вы можете веровать Когда друг от друга принимаете славу А славу, которую от единого Бога нищен Слово слава надо перевести Какую славу они друг от друга привезли За что они друг друга славили Почему это им мешало прийти к принятию Тут надо слово слава перевести Да, слово слава Как переводится Ну здесь То есть Ну, как сказать Иисус сам же сказал Что типа Они Ходят Стоят на углах Молятся Он же сам сказал Ну да, да, да Это 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 сюда Идет Подходит И то есть Они Земной славы истали Только за это Слава от того Что он хорошо знает Писание Вышел учить И это тоже, конечно Читает Слово Божие хорошо Прямо Чутко Внятно Разъясни Толкал Толкует Не просто А он знает Писание Помните Как он знает Писание Не учившись Значит они учились И знали Писание Ну да, да Конечно, конечно И еще Про этого юношу Который сказал Как мне спастись Господь ему Господь после этого Так говорит Богатому Невозможно войти в Царство Небесное Наследовать Царство Небесное И Петр В изумлении А кто тогда Может спастись То есть А кто богатые были Да сильные мира Всего Это все Кого мы перечисляли Вот эти вот Фарисеи Саддукеи Книжники Они были богатые люди Богатые Среди них Вот Не было такого Бедняка И поэтому Они-то понимают Что у них там И Слово Божие Они рядом в храме стоят И жертвы приносят Священники И левиты Левиты тоже Нормально жили Средний достаток Но нормально жили А богатство могло Рассматриваться Как часть праведности Конечно Авраам был богат Авраам и Иов Были богатые Если богатый Значит Бог тебя благословляет Благословение Конечно Да Они изумились Как так Кто Господь говорит Богу возможно Человеку невозможно Спастись Даже богатым Даже крест Ты будешь И вот это Они изумились И задумались И перестали Господа дальше Спрашивать Потому что Это для них Было откровение В тот момент Откровение И главное Что он перед этим Сказал Раздай все И иди Следуй за мной Они же И Петр говорит Господи Вот мы За тобой пошли Нам что будет И он говорит Вы оставили земли Оставили жен Детей Матерей Отцов За это вам будет Сто крат И даже сейчас Это будет Ну только жен Не перечислил На то Там будет И сестер И матерей И отцов И так далее А жен Не перечислил Почему Жен Они потому что Имели слово Жен Жена Как именно Супружеское Саитие А там Не будет уже Этого Там Жена Будет сестра И поэтому Слово Жены Вошло в слово Сестры И на том свете Будет во сто крат Больше у тебя Сестер Но еще Ты и здесь Получишь И здесь Ты еще Благо получишь Брат Ты оговорился Перечислил Жен Мужей не перечислил Жен Я специально Смотри пожалуйста Сейчас Я еще спрашивал Почему мужей Не перечислили Это Какой Отмак Где-то Шестая Надо посмотреть То есть Вы приобретете И перечисляется Что будет А жен По-моему Там Оставили жен Не было Я вот на память Хотя Надо сейчас проверить Монахи Жен Оставляли Да При чем тут Монахи Тут Про монахов Речь Так Это Иван Гляд Мак Шестая Глава Это только Иван Креститель Так Я не помню Это Десятое Что-ли Я сейчас Просто Если Жена То Тут Столько Выйдет Через Поисковики Можно Поискать Ну Я подумал Об этом А что Там Такое Задать Что Домы Приобретете Домы Домы Наверное Оставите Домы Слово Домы Да Так Ну Тут 1916 Много Да Это Долгая История Будет Я не помню Просто Где Ну Знаю Что Оно В нескольких Местах Встречается И у Матфея У Марка Иоанна Есть Алла Матфея Десятое Но Там же Нет Поэтому Знаешь Сколько Слово Дом Невероятно Как-то Раньше Слово Дом Не Слез Это Не Домы Нет Там Может Домов Еще Нет Я Даже Не Буду Браться За Это Давайте Матфея Матфея 19 Глава 29 Стих 19 Глава 19 Глава 29 Стих Читай И Всякий Кто Оставит Домы Или Братьев Или Сестер Или Отца Или Мать Или Жену Или Детей Или Земли Ради Имени Моего Получит Во сто Крат И Да Евангелие От Луки Ну Если Тут 19 Там Наверное 16 Или 17 Нет Нет Да Нету Там Слово Муж Нету Нету Муж Там Слово Жены Что Оставит Жен Сестер Он К ним Обращается Среди них Жен Не было Ученика Петр К нему Обращается Он Ему Отвечает Поэтому Он Не Может Ему Сказать Кто Мужа Оставит Это Уже Что Созвучно Сегодняшнее Вернуться К нашему Тексту Да Вопрос Был Что Мешало Веровать Во Христа Зная Священное Писание Принятие Друг от друга Славы Слава Какая То есть За что Славили Мы сейчас Рассуждали О чем То есть Они были Кто За что Их Можно было Прославить Друг Друг Друга Прославить За богатство Можно было Их Поставить Нет Нет Не за богатство Нет Конкретно Так не славили Конечно Славили За то Что ты Хорошо Знаешь Священное Писание То есть Ты близок К Богу Этим Через знание Да Через знание Через знание Ты близок К Богу Книжник Это вообще Люди Которые Наизусть Знали Священное Писание Могли Определить Где это Написано Полистать Ага Это вот здесь На этом километре Свитки Или вот В том 258 Свитке Там допустим На 78 Сантиметре И так далее То есть у них там Свои Меры были Они же Вот так разворачивали Поэтому А как они могли Не искать Славу От единого Бога Вот как ее Надо было искать Исследовать Писание Для того чтобы Искать ее Надо было Читать И понимать Моисея Они не понимали С самого начала То есть нужно было Понимать Вот закон Для чего Дан Как Дан Что такое Кровь Агненца В Писах Но они По своему Понимали По своему Они поняли Что Писах Поставили В праздники Не столь Великие Написано Ну вот Как раз Исход проходили И я там Своим исследованием Занимался И там Со стороны Иудеев Как Этот праздник Писах И там Написано У них прям Таблица такая И там Это Великие Праздники И второстепенные И во второстепенные Относятся Писах То есть еще Раз Вот А славы Которые От единого Бога Не ищите Как им Надо было По вашему Искать Этой славы В то время Находясь В то время Как можно было искать Какие у них были возможности Возможности Полностью Исполнить закон Закон Который Господь оставил Все Богатый юноша Пришел Он говорит Я вот Соблю с детства Ну Господь ему и ответил Одного тебе Не достает То есть Сребролюбие Во всем было Сребролюбие Что не делал Везде Сребролюбие Везде Любление серебра То есть Дает Кому-то Милостыню А сам Думает У меня там Еще много Я много Могу такой Милостыни Раздавать Долго До самой Могилы И так далее Дает кому-то Еду А сам Уже думает У меня еда Есть Хорошо Поем Не убудет С меня У меня Прирост Такой-то Это Такой-то То есть Он давал Столько Милостыни Сколько Ну Ему было Не жалко От избытка От избытка Давал Да Избыток Есть Поэтому дал А нужно было Все раздать И тогда Ты бы понял Что такое Идти С Богом Ты бы тогда Сознал Что такое Доброта Там и все Остальное Прочее Когда у тебя Нет А ты Даешь У тебя Мало А ты Последние Кондранты Положила Кондранты Лепту Последнюю Отдал И теперь Что у тебя Будет еда Тогда ты узнаешь Тогда Господь покажет Ты будешь Искренно веровать И так далее То есть Вот Что такое Слава А все потому Что не было Веры Как Авраамовой А Господь им Про это сказал Про праведность Авраамова Так Ну ладно Братья Благодарю Вас за Запишу Спасибо У нас Шестая Глава Иван Иоанна Молимся Достойно Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Приснов Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безыскления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величая Игорь Молись Благодарю Тебе Господи За возможность Слышать Слово Твое За возможность Рассуждать По Священному Писанию Даруй Господи Разумение Чтобы не Отклониться Господи От правильного Понимания Священного Писания И исполнить Его В своей жизни Слава Тебе Отец Цель Святой Дух Аминь Аминь Спасибо Христос Брат Вот Хорошо Что ты Поддержал